Всем привет! Сегодня пришла отличная идея загонять на пляж, который расположен с самого подножья джунглей. Поэтому прямо сейчас мы летим через тропический джунгль к нему. Пляж называется Банана, потому что с высоты изогнутая бухта напоминает банан, хотя во время спуска к пляжу бананы и растут. Если вы будете ехать к нему от аэропорта на байке или машине, то обязательно заметите растущих по бокам банановые деревья. По пути к Банана Бич дорога окрашена в красный цвет, но это не в качестве красной дорожки, а в качестве напоминания, что здесь очень опасные участки дорог, поэтому будьте аккуратнее. Еще буквально пару лет назад пляж Банана был малоизвестен у туристов, но сейчас эта бухта становится все более и более популярный. На него даже стали привозить лодки с туристами. Отелей непосредственно на самом пляже Банана Бич нет, но зато есть с видом на него. От дороги пляж отдаляют тропические джунгли. Высокие пальмы, густые заросли, много кокосов, поэтому при желании можно попробовать что-нибудь дозбить. Но это вряд ли получится. Уже проверено. Так что тут крутой очень спуск, поэтому будьте аккуратны. Но этот спуск стоит преодолеть ради того, чтобы добраться до этих прекрасных видов и очень крутого пляжа. Банана Бич находится в огромной бухте между популярным северным пляжем Лайан Бич и небольшим пляжем сразу же за пляжной зоной Банг Тао по направлению к северу острова и пляжем Найтон. Пляжная полоса в отлив широкая, а вот во время прилива пляж становится узким. Летом во время штормов вода иногда подступает вплотную к деревьям. В целом на Банане Бич сейчас работают два кафе. Одно продает овощи и фрукты, издает лодочки и маски для снорклинга. Второе продает еду и попить. Можно спокойно выбрать себе крутое место под какой-нибудь пальмой, потому что здесь места действительно очень интересные, где пальмы нагинаются над пляжем и ты как будто сидишь под пальмой, в то же время загораешь. Также можно взять покататься каяк или на нем же сплавать по краям пляжа, поснорклить. Очень интересное здесь место для снорклинга, так как когда прозрачно-бирюзового цвета, очень хорошо видно местную фауну. Также можно взять водные байки покататься. А вон у меня находится место с арендой масок, ласт, каяков, чтобы поснорклить или просто поплавать. Кому что нравится. На пляже песок и чистота воды на каждом пляже различны. На Бананы-Бич вода бирюзового цвета и намного прозрачнее самого популярного пляжа на острове Патонга. В сезон можно сравнить с водой на небольших островах вокруг Хукета. Яркая пропускающая свет. Сквозь нее легко можно рассмотреть пальцы ног, стоя по пояс в воде. Однако вне сезона, после ливней и штормов, к берегу часто прибивает природный мусор со стороны моря. В воде даже можно столкнуться в поединке с двухсантиметровым крабиком или тюбиком от крема. Но это можно понять. Вне сезона острова меньше туристов и в целом за чистотой пляжа следить сложнее. Вот примерно вот тут можно поснорклить. Очень прикольно. А если посмотреть вон туда дальше, вон там примерно утонул наш дрон. Так немного и дотянув до берега. Грустненько. Но такова его судьба. На Банана очень много крабов. По крайней мере пляжа. Туристам они не мешают. А вот туристы часто к ним залезают на камни, чтобы понаблюдать. В целом я бы назвал пляж молодежным. Крутой спуск, особенности дороги к пляжу. Сюда не ходит общественный транспорт, довольно резкая глубина. А рядом с крупными валунами обязательно кто-то позирует для горячих фото на пляжах. В общем прикольно на Банане бич до обеда. Туристов не так много. Никто не мешает. Довольно-таки тихо, спокойно. можно спокойно починить, позагорать, посмотреть, поплавать. Кстати, местная молодежь любит устраивать тут пикники на закате, что ж не могу с ними не согласиться, закат это что-то. Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон»